Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить в Fable Anniversary. Ох, там кажется был на заднем плане троллька. Окей. Да, действительно, это был тролль. Давайте с ним разберёмся. Что-то он там бушует маленько. А, с торговцами там дерётся, точнее убивает торговцев. Так, ну всё. Кажется, угомонили этого безумного тролля. А, что мы делаем сегодня? Точнее, что мы будем делать сегодня? Мы выполнили, по-моему, все задания, которые были доступны в гильдии героев, поэтому сегодня настало время отправиться по основному сюжетному заданию. Так, что это? А, это стрела тут так вонзилась в канат. Окей. Основное сюжетное задание, собственно, в своё время нас привело на кладбище. На кладбище, на котором мы сразились с кучей пустотелых. И, собственно, после чего открылся тайный проход. Вот. Куда он ведёт? Пока точно не знаем. Спасение Алой Мантии у нас задание звучит. Краткое описание задания. Проникните в Баргейтскую тюрьму и спасите мать, Алую Мантию. Найдите свою мать и вместе совершите побег из Баргейтской тюрьмы. Окей. Значит, мы отправляемся в Баргейтскую тюрьму. Алая Мантия, кстати, звучит просто ужасно. Не знаю, зачем опять-таки локализаторы перевели так игру. Ну, блин. Действительно, звучит очень плохо. Насколько помню, они ВАЛ, то есть ПК-версия обычного фейбла была переведена в Мантии главного героя как... Я вот не помню, на самом деле, как она была переведена, но там что-то было со Скарлетт. Скарлетт и что-то, какая-то приписка. Ну, ладно, это не столь важно. Ещё есть один интересный момент. В фейбл-аниверсаре, то есть, вообще, в этой игре очень мало уделено внимания именно русскому. То есть, там есть озвучка. Озвучка и перевод. То есть, и субтитры, и озвучка. Английские, французские, немецкие. А ещё какие-то, там, по-моему, один или два языка. Но русские, русские только субтитры. Вот так вот. Не знаю, чем-то было так сделано. Но обделили нас довольно серьёзно. А без озвучки, если у вас недостаточно знания английского языка, или вы, например, как я, плохо воспринимаете именно английскую речь на слух, то играть в это довольно сложно. Ну, как, не сложно, конечно, но вы очень много чего упустите. Потому что, например, большинство антпсов, когда вы там проходите мимо них, они что-то говорят, что-то иногда интересное, что-то не очень. И всё это не сопровождается, на самом деле, субтитрами. Ну да ладно, это такое лирическое, на самом деле, отступление. Давайте отправимся, собственно, на кладбище. Кладбище нежити, вот оно, да. Не знаю, почему Microsoft внезапно так стали запивать на русскую аудиторию, потому что на старте Xbox'а, даже не на старте, а где-то после старта, уже некоторое время прошло, они очень много уделяли внимания русской аудитории, то есть они полностью перевели Fable 2, они полностью перевели Halo Wars, и, знаете, перевод в этих играх, он выполнен на очень-очень высоком уровне. Мне очень нравилось, да. Здесь же всё довольно паршивенько, ну да ладно. Так, портал, да, мы здесь открыли Демона Стража, и, собственно, он нас пропустил, и прошли куда-то дальше. Круг мёртвых, вот как называлась эта локация, собственно, в которой мы сражались в прошлое, не прошлое, по-моему, позапрошлой серии, а с кучей нежити, и, собственно, после этого нам открылся некий тайный проход, судя по всему, в эту самую тюрьму, в которую мы движемся. Эта локация, кстати, была наполнена пустотелами, они лезли без конца, то есть бесконечно, сколько бы мы их тут не убивали, они продолжали вылезать прямо из земли. Сейчас, к сожалению, ни одного нет. Я почему-то думал то, что мы сможем когда-нибудь сюда вернуться, и, собственно, поформить этих пустотелых, которые здесь постоянно спавнятся, спавнятся бесконечно, и на них можно было бы набить немало опыта, но, к сожалению, лавочка прикрыта, да, они больше не лезут. Что ж, ладно, дверь не горит, кстати, это дурной знак, я надеюсь, что она меня пропустит хотя бы. Да, она меня пропускает. Круг мёртвых. Я надеюсь, не придётся заново проделывать все эти операции, заново убивать всех этих пустотелых. Я думаю, нет. Вот этот проход, и, судя по всему, он открыт, да. Ох, какая-то дверь интересная. Вот, похоже, какая-то темница. Ну, да, темница, тюрьма, темница, в принципе, одно и то же. Оу, что это там на карте такое появилось? Дочь Ктулху? Да ладно. Спасение Алой Мантии. Найди свою мать и вместе совершите побег из Баргейтской тюрьмы. Обещания мы давать на это здание не могли. Знаете, довольно жуткое такое место. Тут туманчик такой летает. Атмосферненькая локация. Ничего не сказать. Да, и вот этот круг, я... Я промолчу про него. Я думаю, те, кто помнят, для чего он... И что там будет, те помнят. Те, кто не помнят, для них это будет спойлером. Поэтому воздержимся от комментариев и просто продолжим путь вперёд. Знаете, вот эта вот локация, которую мы сейчас будем посещать, она очень сильно напоминает одну из локаций Саленхилд 3. Там тоже были такие подземные катакомбы. То есть они не такие, конечно, в средневековом стиле были выполнены, но всё равно какая-то схожая атмосфера там присутствовала. Мертвые рыцари... Оу, пустотелые. Так, нет-нет-нет. С луком я с ними не сражаюсь. Против них очень хорошо работает меч. Вообще, против пустотелых, по всей логике, очень неплохо бы заезжал какой-нибудь молот, что-нибудь такое, знаете, тяжёлое, чтобы с одного удара их крошить и ломать. Но у нас... Какое самое лучшее оружие это вот этот вот меч. А вы тут тоже будете интересно лезть бесконечно? Вряд ли, конечно. Что-то они не особо активно вообще вылезают. Так, буквально по одному подвое. Магические барьеры появляются. Так, что мы тут нашли? Стрижка под горшок. А что тут ползает? Это крыса такая? Да, это, кстати, по всему крыса. Только она очень странная, она... Её лишили абсолютно все анимации, она даже хвостом не дёргает. Да ладно. Так. Судя по всему, они всё-таки тут будут лезть бесконечно. Куда нам пойти? Можем пойти сюда? Но вот туда я видел само задание основное. А можем ещё попробовать пойти вот по этой развилке. Так, ребята, вы будете бесконечно, судя по всему, лезть. Тут... Ох, ты ж, глянь, что тут. Тут грибы взрывающиеся. И бочки. Тоже взрывающиеся. Давай, вставай уже. Ах, чувствую, будто у меня много проблем с этими пустотелами. Так, камера. Мне бы выбраться, конечно, из этого участка, там где камера себя так ведёт. Так, что с этими грибами? А, они взрываются. Это помню. Она пустотелого это особо не влияет. Ну, да ладно. Знаете, что к чёрту это место нам не сюда вообще идти. И все эти пустотелы очень сильно мешают, на самом деле. Чтобы эти грибы взрывать, мне кажется, нужно взять в руки в лук и издалека их расстреливать. А тут сами видите, что творится. Так, ну вот эти бочки я, наверное... Хотя нет, я их тоже оставлю. Ай-яй. Нет, ребят, со всеми вами сражаться это дело... Ой, там гриб этот, да? Со всеми этими пустотелами сражаться это очень долгое и муторное дело, которым я заниматься на самом деле не хочу. Гриб, ты взорвешься, может быть, уже? Вот, отлично. В идеале, да, тут, то есть, надо доставать лук и задалека расстреливать эти грибы, но... эти пустотелы они очень сильно мешают. Что ж, надеюсь, эта локация будет чуть-чуть спокойнее, мы сможем осмотреться, поисследовать ее. не так, как в тот раз, то, что нас атакует бесконечное количество пустотелых, которые... Ау. Я тебя помню. Ты тоже неприятная, сволочь. Ну, давай, вылазь. Так, умерла? Умерла, да. Это нимфа, как вы понимаете. Так, ладно, тут сундучок. А в сундуке темный кольчужный шлем. Отлично. Отлично засчитать для темного ума. Хорошо. Давайте осматривать эту локацию. Она, на самом деле, не очень большая, если посмотреть по карте. Но вполне возможно, то, что тут можно найти еще что-нибудь интересное. Да, здесь еще один сундук, например, есть. А здесь модификатор остроты. Модификатор остроты увеличивает урон, наносимый оружием. Добавить модификатор к оружию можно в меню оружия. Снять его потом нельзя. Да-да-да, мы это уже запомнили. Ох, сколько у вас тут появилось-то. Вы охраняли этот самый модификатор? Ну, не очень, на самом деле, хорошая цель для охраны. Недостойно, я бы так сказал. Что-то они даже не сопротивляются, на самом деле. Стоят просто на месте. И ждут, пока их убьют. Ну да ладно. Так, оттуда мы спустились, а здесь мы можем, собственно, подняться. А наш основной путь лежит вон туда. окей, давайте посмотрим еще, что на самом деле на этой дорожке было. Наверняка, тут тоже можно найти что-нибудь интересное. Ну, кроме неприятностей, конечно, на пятую точку. скелет прям, он прям, знаете, норда мне чем-то напоминает. У него шлем такой, рогатый как раз таки. Так, еще один. Сколько шоссе тут будет? Я так понимаю, они тут сторожат, вот эти сундуки. И, собственно, появляются, когда мы к ним подходим. Видимо, такая была вздумка. Давай, вставай. И, судя по тому, что этот сундук охраняет более такие сильные пустотелы, в нем находится что-то более ценное. Ну, обычная логика, да? Ну, нет, тут модификатор молний. Урон, увеличивает урон, наносимый врагам, восприимчивому грому или молнии. Да, да, снять модификатор нельзя. Полянка для раскопок. Серебряный ключ. Ох, у нас их уже 20. Отлично. Неплохой прогресс, 20 ключей. Всего их 30. Так, тут я видел башню. Вон она, эта башня. Там лестница даже была возле сундука. Я ее углядел. Но, судя по всему, на эту башню нам не подняться. Да, там, видимо, вход. Вход где-то вообще с той стороны. То есть, вот здесь. А туда мы пройти не можем. Да, вон он, вход. И да, к нему не подобраться. Ну, ладно, плевать. Не особо-то и хотелось. Так, нам, судя по всему, в дверь. Ну, тут еще есть сундучок, кстати, Тебя никто не охраняет? Тебя, видимо, кто-то охранял возле, сидел возле этого костра, но его уже тут нету. Ладно. Что тут оставили? Эликсир воскрешения. Такое себе, на самом деле. Ладно. Давайте двигаться дальше. Ау, да ладно. Тебя же раньше тут не было. Так, нет, 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 мне меч нужен. Тебя же раньше тут не было. Давай, вставай, лежебокка. Будем драться. Ты последний. О, отлично. На самом деле, довольно странный стража этой тюрьмы. Её охраняют в основном пустотелы. А, ну вот, похоже, это уже не пустотелы, да? Обычные стражники. И они к нам агрессивны почему-то. Окей. Хотите драться? Будем драться. Давай, вставай. Вы сами нарвались. Там ещё арбалетчик какой-то косой стоит он. Уже очень много раз стрелял, но ни разу не попал. Ай-яй-яй. С мечом-то орудуешь лучше, да? Чем с арбалетом. С мечом по нам попал хоть раз. Окей. Всё? Все мертвы? Да. Пять трупов. Окей. Не сказать то, что приятное место. Оу. Кого-то ещё и повесили, распяли. Ну. Самое интересное, это то, как оно построено. То есть, там такие прям закоулки, завороты. Оу-оу. Ребята. Чего? Так, ладно. Что у нас тут? Эликсиры. Эликсир здоровья. Эликсир здоровья. Отлично. А тут? Эликсир воскрешения. Мне, конечно, интересно, почему у нас такую здешние страженки. Может быть, конечно, это потому, что мы вторглись, как бы, в тюрьму. По какому-то секретному проходу. Нас сюда никто не звал. Они просто охраняют. Но тогда мы не слишком-то хороший герой. Несмотря на то, что носим светлые доспехи. И вроде бы как отыгрываем, как бы, более-менее доброго героя. Так, приятель. Мне кажется, ты нарываешься. Ай, да ладно. Что ж вы такие прям? Короче, всё. Достали, ребят. Вот и метки арбалетчики, я заметил. Трое арбалетчиков было, и ты самые метки из них. У тебя больше всего попаданий. По-моему, они вообще сто процентов попадания. Ни разу бы на них не промазал. Так, бочки. Ничего хорошего. Нет, нет, нет. Хватать меня не надо. Руки прочь. Тогда что ж с вами не так, а? Ой, я ж сейчас уже умру. Отлично, подхилимся. Я, кстати, никогда во время игры до конца не умирал. То есть, у нас есть на сердечке циферка 9. Это значит, что у нас есть 9 эликсиров воскрешения. То есть, мы можем 9 раз умереть, и нас этот эликсир поднимет. Но мне всегда было интересно, что будет, если у нас не будет этих эликсиров, и мы как-нибудь неловко так умрём. То есть, всё, типа, гейм овер, начиная с чекпоинта, или как? Если кто так умирал, случайно или глупо, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Действительно, очень интересно, что, на самом деле, в этом случае происходит. Так. А что у нас тут? Яблоко. Окей, ладно. Чем-то мы таким занимаемся, непонятно. Гробы. Некоторые, главное, с черепком. Некоторые, с изображением меча на нём. Одни для некромантов, другие для воинов, я так понимаю. Обсидиановая катана. Ааа, много хуже нашей. Я хочу осмотреть все, на самом деле, углы. Да, и не просто так. Здесь можно найти сундуки. Тёмный кожаный нагородный доспех. Окей. Что-то тут только тёмный доспех. Хотя, в таком тёмном месте было бы, конечно, нелогично найти... Что-нибудь более светлое. Так, а что, это не ломающийся бочек? Понятно. Так. Так. Субтитры делал DimaTorzok Нет, это шаг. Ты не мой сын. Бастер играют с моим головой. Но это... Это реально ты, да? Что ты думаешь, что ты пришла сюда? Ты не видишь, что ты нас двумя? Не важно. Мы должны выйти отсюда. Будьте открыть эту черту. Посмотрим, что вообще тут есть. Не очень приятное место, конечно. Там какие-то инструменты пыток. Клетки и так далее. Ладно, пойдём-ка отсюда. Явно не место для матери с сыном здесь находиться. Что здесь? Надзиратель запер эту дверь. Окей, понятно. Тогда мы пройдём. Что ж, я слышал, что наша мать победительница арены. То есть она должна очень хорошо сражаться. Но, к сожалению, она не вооружена. Ладно, придётся разбираться, видимо, там самим со всеми этими ребятами. Я смотрю, тут пошли метки, арбалетчики. Не то, что в самом начале. Но умирают они так же хорошо. Морковка. Опять-таки в бочке. Да-да-да, мы поторопимся. Да-да-да, мы поторопимся. Морковка. Мы поторопимся в одну из моих... ...хормирующих маленьких залах. Морковка. Уборок. Позвольте его. Он не знает ничего. О, я думаю, что ты увидишь, что он знает много. Ты видишь, что я дам ему арена, что я дам, мне показывает мне его каждый движение. Это было на самом деле интересное. Сейчас вытащение меняет в дом. Открывает жаркие славы. Открывает с их ужасной сестрой. — Тереза? Да, кажется, что твоя дарленькая маленькая девочка тоже живет. Она ему рассказала все о сваде, и о том злобном крови вашей. И теперь, мой сладкий, ты мне скажешь, где находится ключ. И теперь, мой сладкий, ты мне скажешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, Тибз? Иди к земле, пиг. Тимпы, Тибз, тимпы. Ты должен держать всю эту энергию за то, что ты нуждешь тогда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, и не пробуй ни этого заболевого волоса, это будет не работа в ней. Босс сделал этого. Ну и чтобы, собственно, сражаться с ним. А во всем диалоге, который был между Джеком и, собственно, матерью главного героя, был один очень интересный момент. Джек из тени, ну или Валет Мечей, сказал то, что он следил за нами через печать, которую вручил нам на арене. Тут очень маленький, очень интересный момент. Заключается в том, что эту печать мы повесили как трофей, а в доме в Бауэрстоне. То есть он за нами фактически не мог следить. Это было где-то в одной из первых серий после арены. То есть сразу же после того, как мы прошли арену, я ее повесил. Туда мне было, собственно, интересно, предусмотрели ли этот момент разработчики. Оказалось, что не предусмотрели. Очень жаль. В любом случае, из тюрьмы мы будем выбираться уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Assemble Cain. Всем удачи и пока.